Добрый день или добрый вечер! Вы на канале вкусно и просто с вами. Сегодня у нас будет очень интересное видео. Я раздобыла икру с сазанью и решила показать, как и что можно сделать из этого продукта. Делается это очень быстро, будет очень вкусно. Нам нужна икра, лук, одна луковица всего, зелень кинза, чеснок, кориандр молотый, красный перец, острый калинский, черный перец и соль. Это все продукты, которые нужно для того, чтобы приготовить эту вкуснятину. Начнем. Здесь у меня 500 грамм икры. Икра свежая, пленку я удалила как могла, а остатки очень легко удалятся после того, как это все хорошо просолится. Для начала нам нужно посолить одну чайную ложечку соли. Все это хорошо перемешаем. Несмотря на то, что это очень простое блюдо, готовится в смысле очень просто, но нужно время. Вот так мы посолим и оставим до утра. Сейчас вечер, вот за ночь хорошо просолится, и тогда можно будет дальше ее заправить. А заправляем ее всего вот этими специями. Видите, посолила только, уже вот эти вот пленочки, они выделяются. Завтра мы очень легко удалимся. Теперь нам нужно ее накрыть пленкой пищевой. Оставляем на кухне до утра. Ну, считаю, может даже в другом помещении, но при комнатной температуре. Все, пока, до завтра. Ну вот, икра постояла ночь и еще чуть. Вот видите, она поменяла цвет. Стала такая вот, уже стала заквашиваться, потому что в комнате тепло. Вот такая она уже становится рыхлой немножечко. Дальше. Теперь нам нужно заправить ее. Нарежем лук. Небольшая головка, такая средняя. Режем мелко-мелко, как можно мельче. Смотрите, вы, наверное, заметили, что я часто очень режу лук вот так вот. Держу вот таким образом и нарезаю. Тогда весь лук получается вот одной толщины. Видите? Иногда бывает, в салат нужно красиво порезать, например, то тогда вот так вот лучше резать вот таким образом. Держать вот так лук. Большой палец на обратной стороне. И смотрите, как получится у нас мелко порезать лук. Собираем вот так в кучку, в кучок. Вот так вот весь лук получается вот такой, мелкий-мелкий. Можно так и в пельмени нарезать. Лук вот так мелко покрошили. Теперь нарежем кинзу. Тоже режьте мелко. Кинзу порезали, теперь чеснок выдавливаем. Чеснока нужно здесь побольше. Сколько чего, смотрите внизу под видео. Я понимаю, что многие вообще первый раз сталкиваются с такой вещью, с такой икрой. Поэтому пишу все в граммах и в чайных ложечках. Хорошо было бы, если бы в первый раз сделали все точно-точно по рецепту, кроме перца острого. Черный перец и кориандр кладите именно столько, сколько я написала. А перец острый, если вы не едите острого, тогда кладите чуть меньше. Но вообще в этом блюде перец очень-очень даже нужен. Вчера мы положили всего одну чайную ложечку соли на пол кило икры на 500 грамм. Поэтому сейчас тут добавился еще и лук и зелень. Еще ложечку положу. Дальше две чайные ложечки молотого кориандра. Этот кориандр, он семена промытые и обжаренные. Если сделать так, то семена получатся очень-очень ароматные. Перца кладу вот такую вот ложечку и еще половинку. Это очень острый перец. И черного перца пол чайной ложки. Ну все, осталось все перемешать и попробовать на соль. Все теперь готово, все хорошо получилось и с солью все нормально. Теперь, видите, какой цвет темный немножечко. Я хочу, особенно если вы не будете класть много красного, такого острого перца, то тогда положим сюда паприки. Прям одну ложку с горкой. Когда икра заквасится полностью, вот завтра, послезавтра, ну завтра уже можно ее есть, потому что вот ее видно, что она вот прям уже забродила, заквасилась. И она будет краснее, как бы икра сварится во всем этом и будет хорошего цвета красного. Ну на всякий случай я добавила чайную ложечку паприки. Вот столько получилось. Сейчас выложу в баночку и посмотрите сколько, какое количество с 500 граммов икры. Ну вот, переложила в банку и получилось вот стольчика. Икра уже почти готова, но ей нужно еще чуть-чуть набрать кислоты. Поэтому поставьте в комнате еще, пусть на кухне постоит, ну часов пять. А потом уже можете ставить в холодильник и уже можно есть. Потому что я сейчас попробовала, она уже чуть-чуть кисленькая и очень-очень приятная на вкус. Из-за того, что там лук, из-за того, что там специи, это очень вкусно. Пройдет время и я вам покажу еще, потому что икра должна поменять цвет, стать краснее. Прошло двое суток, как мы начали готовить эту икру и сегодня она уже готова. Посмотрите, вот это вот двое суток, она вот такого цвета. А это я сделала сегодня, чтобы показать вам, ну так вот приготовила для себя, ну чтобы вы увидели разницу. Смотрите, видно вам нет? Сейчас я открою и покажу вам, что получилось. Смотрите, вот она немножко приподнялась и я ее вот так вот заполняла банку неполную. И вот смотрите, теперь она полностью готова и ее можно есть. Есть ее можно как с паренным рисом, так и просто с хлебом. Намазывайте на хлеб и едите с вашей обычной едой. Поверьте, это будет очень вкусно. Время попробовать нашу икру. Вот так вот намазывайте и едите. Остренько, кисленько, солененько. Это очень вкусно. Кто не знает, что это такое, обязательно попробуйте. А кто знает, кому напомнила и готовьте тоже такую икру. Делитесь этим рецептом. Готовьте. Желаю вам больше таких же рецептов, простых и вкусных. На этом все. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok